только что там немножко в прошлое прошелся и понял что ты комментировал матч с моим участием 12 лет назад уже даже больше чем 12 лет назад ну да да еще и до этого кастил да ты представь сколько времени прошло оказалось бы вот вроде только недавно там что-то в киберспорт арене я захожу я захожу в офис и тут уже говорят дед привет ну ты не начинай ну поехали друзья удачи командам outsiders cloud nine решающий в общем то ancient посмотрим кто обеспечит себе слот сразу же топ-8 кайрон забирает на фаню и друзья с entry от outsiders за атаку начинается пистолетный раунд уже перестраивается на выход под точку b потихоньку ребята правда агрессивный шорт отвечает хоббит забирает кайрона ну и уже этом на б тоже опорники приготовились пошел смог налево смог в аллею ой-ой-ой за квадратом сделали минус широ не может справиться ни с одним игроком как же досадно сейчас должно быть ему аксель герой прошлой карты врывается на лонг дает первый минус меняет на второй юс в котором есть 11 патронов еще дает минус по кикер то остаются сейчас аутсайдер ситуации два в два попадает по голове акселю фэйм должен сейчас пушить забирать акселя остается последний хоббит который как раз таки сделал первый минус для своей команды в этом раунде дефьюз китов у него нету далеко за ними идти но он кстати идет вперед идет за дефьюз китами понимать что надо давать какой-то минус до ситуации один в один но фэйм без шансов ставит ему и аутсайдер забирает пистолетку видим достанцы сразу же улыбается кайрон и улыбается но я бы не спешил улыбаться потому что очень много форсов клоуд на и ответных выиграли только начало ну давайте посмотрим что будет дальше кс как-то потише стал ну надеюсь нам всем это не помешает друзья фэйм хороший да тут показал момент и справился еще и с акселем и последний минус сделал тут тут без вопросов и что будет дальше да первые две карты нужно забывать пока на какое-то короткое время ребятам все силы потратить на эту последнюю карту и что очередной раз тут будут делать игроки cloud nine отходят с поджимом но вот дом попытается сыграть что ли агрессивно шира занимает нычку как же шира не везло до в этих последних раундах что тоже выходили обсуждали с ребятами за кулисами у нас но сейчас опять на него будет байтить его тиммейт именно поэтому они поменялись позициями все таки с mp9 как-то будет намного легче выйти тем более молик прилетает именно на позицию на фане откидывается сразу же смог в лицо и кстати джейм увидел тут шира понимаю что сейчас с этапа не отыгрывает от кейва и можно выйти в принципе через банан тем временем флит палит позицию акселя аксель тут на стрейфах играет и как я понял аксель его не заметил на этих как раз таки стрейфах до сих пор нету информации о том что флит мог пройти в окно и посмотри как этим пользуется аутсайдерс они притягиваются в четвером на базу а дают флиту сыграть первым номером флит наверно понимает что его никто не будет ждать уже занимает позицию на кт и тут дело за малым осталось прочекать ближние позиции дать смог в пончик поставить бомбу и закрыть раунд да тут уже по идее все должно быть легко он сейчас ну как-то проверил но пончик до конца там не не чекает пойдет наверное что через храм там заходить в спину игроку нет ждет просто хелпу уже все позвал команду сами тут справиться да минус по акселю на бай ну тут без шансов минус на фане уже отлита ну да байт нашел в себе один минус но на этом все четыре в два ситуация можно сейвить формилку уже и вырубают остается дигл бустера и тут как бы может быть хэдшот и заберет еще нет не попадает сразу повело прицел спокойно справились и с форсом своих соперников ну приятно всегда там за атаку до 3-0 стартовать да именно так и кстати вот вот это вот старт плохой и погубил тогда клауд 9 в матче с нами потому что они обе стороны начинали со счета 5-0 05 точнее и не хватило им байраундов чтобы в принципе навязать какую-то борьбу но дошли они до отметки в 13 тогда проиграли эту встречу ну не повезло тут просто объективно именно акселю потому что на стрейфах микро он как раз таки пытался собирать эту инфу но не увидел флита который в принципе всю атаку развернул на базу а еще и сам сыграл в таком вот споте неприятном для защиты кайрон видим на уверенном уже проверяет кейф палит флит на фаню в окне занимает центр а там четыре игрока уже поджали базу ай флит поймает ли они его вот в чем вопрос уже там чуть ли не дверь ворвался но тут пока смог свой же да в нем отлично играет ловит на фаню уже сам смотрит спину помогает еще и джейм ему все джейм говорит есть тут флит аккуратно там развернись ну даже если потеряет формилку то это не так уж и страшно джейм сам подставляется в итоге пока спасал флита но тут еще и кайрон на месте уж он то точно должен додавить но проблемки возникают аксель и туда и туда поработал и флита добил и кайрон забрал и еще два в два у нас ситуация в завершении этого раунда аксель забирает калаш понятное дело китов нет времени тоже широ получил гранату знаешь для меня непривычно видеть именно то как сейчас отыграли аутсайдер с этот момент обычно джейм не позволяет себе вот так вот ошибаться ты слышишь звуки игры вообще не слышу ничего да очень слабый звук обязательно об этом написать может быть что проще было ориентироваться нам дан девайс там где-то завалялся медли за ящиком ну что же старт окей выигран командой аутсайдерс но с другой стороны тут немножко понакаляли в этом раунде клауда не дали тут расслабиться заработать какие-то дополнительные деньги аксель тоже да хорошо тут еще раз нам показали раскрутился на центре и вот он первый оружейный раунд авик руках широ авику джейма удачи командам смотрим что будет а по-прежнему агрессивный пуш кстати котешники смог не попали по этому акселю надо побыстрее запрыгивать на ящик прикрывает его вроде бы хоббит дают вместе широ и на фане фраги на рампе давно я как раз таки вот этой вот агрессии не видел на этой карте но видимо тут были респауны клауданинами воспользовались добыли для себя два фрага по им как раз таки перетягивается сейчас флитуя не будут выходить степом на базу а а бомба до сих пор сидит в лобби увидели мы уже похожие раунды на мираже но мы видим что в четыре лица стягивается сюда клауданин и тут выйти либо что-то же фейкануть будет очень тяжело пока там нет киллов там и должен хотя бы один оставаться тут еще и широ забирает фэйма остается до конца там на фане ну и все последний кикер сбомбать вот уже ему некуда дергаться хотя еще куча времени 52 секунды ну давайте посмотрим будет ли пробовать кикер пока так медленно двигается вперед опять же полное преимущество раунде для cloud 9 по идее забирают первое оружие на сегодня по пистолетам как-то такое общее ощущение что вроде аутсайдерс больше берут пистолеток да ну вот отдают много форсов да особенно там на первой карте форс на форс да именно так и вот кикерту я не знаю возможно есть больше смысла выйти на банан хотя бы калашик забрать чтобы засейвить но галил не тор уже который хочется с собой забирать в следующий раунд просто у него пять пятьсот как бы деньги на дробчик будут ну по-любому нужно сейвить давайте пока посмотрим повторы даты поджим атаксили на фане отличный дабл ну и который практически зарешал этот раунд далее уже авик принимает выход из штанов второй минус делает тоже широ ну такой вот получился первый оружейный смотрим за продолжением этого матча десайдер по-прежнему а впереди там еще у нас катка я уже забыл там же фнатик термал фаер фнатик да ты представь сколько фнатик после такого best of 3 ждут времени чтобы сыграть с турками за последний слот в плей-офф да ну как-то там воспользовались паузой покушали немножечко отдохнули поговорили про будущую игру но все равно тебе да ждать еще этот матч ну и найдут ли в себе силы еще так одно полноценное бо3 отыграть ну вроде по времени нормально такое вот кстати топ время для игроков из европы ну не если ты играешь наверное ранний матч они же играли в час дня получается матч да ну в большинстве случаев я думаю тренируются вот как раз 8-9 вечера ну кстати когда стала мета астралис все начали играть с утра поэтому мы сейчас видим наверное праки чаще с 12 часов дня до 8 вечера потом уже команды расходятся но зато это прайм-тайм для официальных игр да ну тут опять же зависит еще от подготовки команды там если какой-то лан впереди ты знаешь какое там будет расписание да ты там немножечко перестраиваешься ну а пока давайте посмотрим что произойдет в центре карты пошел вперед флит вместе с феймом проверили уже потихонечку там кейв кстати хоббита зафорсили выйти с окна под этот молик занимает он ближнюю позицию не будет давать он мутиться флиту сейчас в окно бустер играет на подсадке в рукаве под ним сидит на фане очень сильная комбина но банан открытый приходится на фане иногда стрейфиться чекать эту позицию кайрон пошел молик за столб пошла флешечка кайрон под нее открывается палит как раз таки этот сетап дает информацию флита не получилось все-таки промутиться в окно но мы видим что команда аутсайдер стягивается сейчас под базу а и аксель знает где находится кайрон и должен сейчас его убивать вместе со своим тиммейтом есть от него минус но пустой аплент занимает аутсайдер ситуация 3 в 5 но в принципе можно как-то вырулить ее вырывается фейм как же жестко два минуса дает на фане разменивает ставится бомба там кончик нашивает да 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 они дали поставить раунд защитой кикерт убегает уже обратно ну и вновь придется ему сейвить ну вот кикерт как-то заметил что очень легко получилось у них зайти на аплент и сразу через штаны пытался обойти пончик и он бы не читался если бы джейму дали поставить бомбу дали бы там закрыться в другой позиции сыграть но вот как раз его и не хватило чтобы прикрыть хоть как-то бомбу там какая ситуация там фейм решил под ворваться хотя с другой стороны он неплохо одну сторону отрезал этим врывом но все-таки не хватило этих агрессивных действий смотрим за продолжением м к в руках кикерта но все-таки с девайсов уже начали хорошо отыгрывать cloud nine за защиту не ошибаются и по идее должны выравнивать сейчас счет в этом матче забирать третий раунд ну давайте посмотрим за тем что они будут предлагать все таки все гранат нет вообще беда вся атака в респе осталось ничего не выиграли ну окей побежали направо бомбы респе нет бомбы тоже на банан это фли тоже наверное что там с этим глоком тут ловить все одна надежда на кикерта что он с этой эмке еще сможет подраздать там и тиммейты которые если что ее подберут ну такой чисто на стрельбу раунд ширы с вп тут уже ждет выход из дома а граната опять же никаких нет поэтому на прицел к авику пойдут за спиной у широ есть нафаня рядышком там с ними стоит бустер ну пока выглядит все мертвого там кикерт что пойдет еще да он пошел сэмке еще там пончик накалить там просто откинул флешку хоббит остается защита в тех же позициях все молотов ну и тут что что дальше парни ну и понятно почему аутсайдер пытается именно выйти через кейв там хотя бы можно про прыгнуть шорт кикерт возможно кого-то убьет сэмки но они перетягиваются под базуа палит всю движуху хоббит а там пять игроков врывается пончик кикерт играет первым номером пытается найти хоть какой-то одевать аксель это миссия граната может дать молик там он просто длиной занимается своей позиции хоббит пришел к нему на помощь может развернуться поменяться аксель аксель стоит с гранатами широк от отдал только сейчас он выходит из этой позиции а там кикерт рядом и что происходит двоих игроков и еще и третьего забирают аутсайдерс выходит широ с кт надо тут как-то раскрутиться не получается ничего кайрон с глока его забирает на фане врыв на фане врыв и джейм что происходит они берут эко с одной эмкой без раскида как то просто дай молик но уже хоббит в доме хоббит берет штаны ты кидаешь просто да хоть падай хоть как угодно дай эту гранату почему они ему не сказали видимо такое решение было ну вот он воюет у него все гранаты по моему акселя были на данный момент главное посмотри что произошло в мидле бустер с эмки не перестрелял блок через да вообще как это произошло спали лишь перетяжку все хоббит все увидел успел перетянуться ну какой провал просто провалище какой-то вот если так вот дальше позволяет играть своим соперникам то тут чего еще и аутсайдер смогут вырвать победу да именно так но посмотрим неожиданно для меня было я до конца не верил что этот раунд можно выиграть я там и широв к этой перетягивался в последний момент он заменжевался потому что услышал что фейм в мидле из-за этого поздно вышел в спину и как они по одному врывали что широс юспом пытался там что-то раздать потом нафаня пытался что-то раздать вот эти вот файты один в один понадавали молик падает перед пончиком и все просто надо было его реально кинуть уже на тэшку надо было забить но видел что все почти перетягивались девятки можно было уже предположить что со штанов вряд ли кто-то тут будет ну да не знаю то ли инфа неправильная зашла но минимум трех видел игрок в мидле это был хоббит то что трое пропрыгнули может быть даже уже понимал что и больше ну тут без комментариев каких-то дополнительных если что аналитики поговорят в этот раунд кайрон дает минус аксель размен его пытается зажать кикер ты по ходу не так сель как он вышел из этого угла непонятно обновляется смог в роток но не нравится то как клоунайн в агрессивно играет в дефенсия потому что после смены респов команды просто забили на то что можно доминировать на рампе и клоунайн наверное единственная команда за долгое время которая вот делает именно эти занятия рампы с хоббит напрыгал в миде начекал флита но не видел второго игрока флит открывается не увидел как хоббит ушел под два не увидел да не увидел как бы отсюда там аксель есть кстати кривой смог возможно таки специально таким образом прокинут увидел аксель что именно его пушил флит флит идет дальше бустера открывается на него каешечка хорошая от флита и под нее мог только что забрать бустера проходит он дальше по шарту аксель хорошо хорошо открылся он с рукава и еще открывается дает по голове фэммут но там бустер один на 55 хп надо ждать тиммейта джейм ух почти получилось забрать только что бустера прокидывается молик на лонки молик на 100 метровку но тут бустер один и джейм как же криво он ставит бомбу в этом моменте остается один фэйм но тут разыграть этот клатч будет нереально и зная команду отсiders можно просто уйти сразу да предположить можно что он сразу уйдет нас и возможно просто с обходящего в спину ждет до последнего уходит уходит потихонечку фэйм на центр карты забираю третий раунд cloud nine все-таки по-прежнему этот матч 50 на 50 абсолютно непонятно что будет дальше вроде бы такая пошла хорошая защита от cloud nine на девайсных раундах но они проиграли этому раунду с одной эмкой просто безумная какая-то ситуация ненужная для cloud nine перепикивает без шансов кикерта акцель тут вообще нормально у минус 3 там четвертому по голове еще повесил один с хп оставил фэйму ну а здесь да тут есть вопросики но было возможность поставить по другому бомбу все-таки молик на лонг был прокинут а думал что пробежит может быть но как-то нет там слишком разгорелся я не думаю да странный момент в итоге фэйм там ему ничего не оставалось уже после смерти джейма в этой ситуации аркада б на дает первый минус но пусть разобирают на ланге приходит шарта хобби также погибает игр дает второй минус на фаня хорошо пока работает на прошиве ставится бомба безопасно на фане уже беспокоиться за именно свою позицию за то чтобы его не обошли же им еще подбирает один смог под 100 метров как будет его обновлять но это шахмат для cloud nine может быть еще на фане как-то зарешает но у него тоже мало хп кикерт не подставляется и и что пришел там аксель нет пришел уже нету смысла тут ретейкать пробовать возможно повыбивать девайсы денег мало но аксель все равно пытается тут отстрелить кого-то отстрелил кайрона кикерт разменял джейм пытается уйти на сейв на фаня как же не забрал его досадно и джейм наверное тут будет пытаться уйти через кт уходит но идет на широ широ его забирает и теряет а вб команда аутсайдерс и я так смотрю на деньги и дропнуть будет некому на взорвался на фане там уже некуда было ему убегать и друзья ну что ж поменяли немножечко темп аутсайдерс сыграли просто аркадку важный размен дал кайрон ну а дальше конечно хороший минус от кикерт а ну и в завершении да еще и забирает акселя и в итоге смотрим что тут вообще на что хватит cloud nine слушайте как-то аутсайдерс уж плотно за них взяли сейчас 53 юмпик фамас а вп дигл фэйв севен половина гранат на руках у cloud nine ну и теперь на другой фланг пошла атака там даже в шорт что-то не пошли накинули гранату просто сразу же вчетвером идут на main точке а так называемые штаны заходит атака только кайрон там где-то с одним смоком пока что возвращается уже да немножко накалил в плент и смог он должен накинуть еще ребятам ну либо под пончик да нет он будет просто люк кирить сами себе накинут аксель уже тут первый минус делает и второй делает 50 хп оставляет в лету хоббит играет за вот этим вот смоком возле мэйна будет ли от него какой-то минус но смог скоро закончится он будет очень неожиданным тут джейм забирает широ а хоббита до сих пор не читаю вот только сейчас открывается на него два игрока но он никого не убивает только сейчас забирает джейма кайрон дает размен и смысла выходить на а аутсайдер с не видят с таким хп когда перетяжка уже прошла но посмотри где находится на фане занял он мейн рампу б есть у него 5 7 и достаточно неплохой девайс учитывая хп так ну что-то флит пошел фейковать но да позиция на фане конечно тут очень жесткая как бы как бы вообще что что сделать то на фане если он тут на поджиме он даже вот подумал может тут как-то фейкануть перезанятия но если там будет на фане а то он же скажет что это фейк возвращается на другую базу а так видишь что-то перехолодили все равно вышли на а там никого ну что ж удача кайрон сам уже идет до начинает проверять опа никого ну да осталось проверить пончик но там ближайший бустер с деглом и а в п так опа смог есть флешка есть надо доставиться бомба и все таки в теории а так так боялись пончика интересный момент вообще произошел там есть вроде и другие позиции на которых можно было поставить бомбу но почему-то были уверены что с кт не встретят сопротивление ну да как то и смог же на пончик был но либо хотели оттуда доигрывать раунд под эту бомбу большая проблема в том что именно при выходе а у отсiders нету игрока который первый там с девайсом летит либо же там 2 с девайсом и видели как аксель убил двоих игроков которые молики кидали за x поэтому я и думал что там кайрон то будет кто-то накидывать это будет второй смог они там все сами там себе накидывали джейм вылетает на центр получает очень много урона на 24 уходит молик залетает забирает на фаню подбирает м по 9 так ну по экономике тут не самая лучшая ситуация у клауд найн фамас ну ладно широ дает размен 4 в 4 ситуация бомба пока еще в респауне фейм под занял уже штабы тут перестрелка в центре важнейшая хобби все-таки и выигрывает выбивает девайс и тут уже разве что вот этот момент сейчас как-то спасет если фейм там в храм зайдет клауд найн видим сейчас выбивает центр и только сейчас аксель забрал эту позицию на которой сидит фейм но возможно если еще подождать секунд 30 то в принципе на тебя сам кто-то и откроется вот давайте посмотрим аксель но очень аккуратно он понимает что уже могли пройти просто не пускает спину своим тиммейтом кара нашел хоббита побежал за ним слышит как уходит абай но тут так ну говорит что тупи ой ой понимает по моему нет не видел широ все-таки широ прикрывает хорошо шикарно хоббитом забирает фейма и джейм даже бомбу не поставит в этом раунде флешка тэг такой досадный момент если бы у корона получилось забрать хоббита ситуация вообще по-другому сложилась или фейм там просто взял зашел в храм еще до того момента как аксель или кто там был да 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 аксель да взял этот уже выход в храм просто законтролил всю позицию там коридор был мы видели все все было надо было просто пойти в мире он ну что же 55 чуть-чуть выровняли игру cloud nine ну такая пока по-прежнему равная борьба вот как на мираже да началось во второй половине там принципе весь мираж такой довольно равный был данные мы видим что без арморов отыгрывает на пистолетах ты лишь у джейма есть армор есть какие-то флешечки всего один смог флит выходит на центр посмотри как он пробегает тут под кончик дает о себе знать залазит на девяточку а вся остальная атака именно сконцентрирована под бананом флит пострелял центре и там просто 2 переместился на ворота оставили акселя который зашел там в мэйн поджал штаны и что но тут ли то будет сложно да уже получил хэдшот вместе с кайроном пробует в итоге и сам красный и кайрона забрали но нафанин спокойно отыгрывает этот момент бустер все видел там слышал банан по моему все понятно да в этом раунде будет сверхсложно выиграть аутсайдер с пистолетами тут уже абай начинает нарезать минус джейм минус фэйм и все флит 9 хп 1 в 5 ну хороший раунд для кладная хотел сказать что никого не потеряли потеряли все таки хоббита но флита нет бомбы поэтому тут конечно много он не поиграет убегает он сразу же уфтеровский респаун аксель да контролит бомбу видит что ее не забрали там спину ждут нафаня уже взял ворота контровский респаун с мидла выход ждет принципе аксель ну и два игрока на б этом все таки боятся за дом акселю две позиции надо кому-то там поменять либо второму прийти к акселю на бомбу нормально нафаня нос почесал по голове флиту дал шестой раунд для своей команды выиграл но руку с что есть те которые по привычке правые начинают нас мышки лучше руку не убирать да это факт хотя бы выстрелить можно такой строгий фраг одной рукой одной рукой просто из 65 ну вот возвращают преимущество клауд найн ну пока только один раунд мы вообще им желательно как-то тут поднапряйся немного за защиту хотя опять же сейчас и атака здесь может играть довольно сбалансированная карта выглядит на данный момент посмотри какую грязь делает аксель он не понимает что в упоре как раз таки находится сейчас четыре игрока но половина из них отыгрывает вообще с гранатами в руках отходит он своевременно молик у него остается чтобы хоть как-то заделать выход на бум сайт плит уже готовит флешки готовит смачок полетел молик как раз таки тот в ответ но фэйм выходит до него убивает акселя с галилас подбирает эмочку сайт занимается с надо ставить срочно бомбу ну пока все шикарно не угадал немножко по звуку опит попал да по кикерту в конце но уже бомба установлена 28 хп у кикерта и тут скорее всего подумают о сэйве игроки cloud 9 если ближайшие секунд 10 не найдется какой-то кильчик там бай пытается там на из-за плента и гранаты накинуть фэйм обходит вообще жестко и не ждет его тут на фаня ну все тут уже и за сэйвить не все получится широ и бустер да вот они убегают с пончика там по идее фэйм еще повоюют но нет не смог никого забрать фэйм просто сказал тиммейтом что уходит бежали с шорт перекрывать ребята кстати смотрите защита остается в центре еще в теории могут там зажать на медлену давно бы уже убежал флит не верит что они остались в этой позиции хороший врыв хороший раунд против акселя четко отыграли поняли как играет соперник максимально близкая игра вот после карты вертига я ожидал что все-таки cloud 9 смотрелись для меня посильнее особенно если даже брать первую сторону на мираже но вот дальше мы видим что сайдерс неплохо так под собрались и индивидуальные игроки начали перестреливать своих оппонентов ну и в атаке в принципе у них все заходит наконец-то они сами форсет взяли но все равно был шанс на мираже у cloud nine был где-то не засчитала 6-6 продолжается равная драка еще три раунда до конца половины друзья но и пока не ясно все-таки кто же здесь получит какое-то преимущество потому что я у сайдера сюжет неплохо демонстрирует и рваный темп и разные пленты и вот все-таки понравилось им играть точку а но сейчас мы видим что ширы с впм занял храм но по идее туда смог должен залетать может туда залетать смоки кстати там а там ближний смог кидает атака на выход и поэтому широ не будет видеть первого выходящего игрока на тайме есть хоббит там есть аксель который сейчас ждет чтобы ворваться по таймингу с пончиками подошли бомбу хоббита первый контакт забирает его кайрон с буста широ никто видишь не выходит за этот ящик понимает что здесь может стоять снайпер и продолжают шикарно пока что атаковать по крайней начало просто великолепная вновь entry в т4 размен 4 в 3 но бомба еще не стоит но по крайней мере пончик зачистили сейчас его кикер по ходу проверит до кикер прям туда ныряет понимает смок есть да просто обновляет смачок в минус от кайрона и тут сейчас ну по идее если не бустер вообще легче какие два минуса от бустера остается он ситуация один-два знаю что еще один игрок на бусте но кайрон с этого буста уже делает третий минус в этом раунде ух ну хоббит там попытался заделать хоть как-то выход потушил он молик за дефолтом пролез под смачок но команда вот сайдерс постоянно делает вот этот буст и как раз таки он и решил кто даст первый фраг entry в итоге зарешал по ходу всю ситуацию дальше уже постоянно разменивались ребята да бустер там прописал дабл но опять же этого тоже не хватило потому что и кайрон тоже шикарно раздал так бомба под п но так неужели нет не выпустили флита слышно наверно соперников посмотрим и не стоит сейчас лететь понимает к экономика да ладно пошел проверять но все равно нарвался на хоббе благо кайрон сразу же разменивает понимаешь где-то тут находился второй игрок так ну лево-право там чекается там же есть игрок до сверху джейма говорит пока что что на б будем заходить дождался он широ 1b говорит инфу но команда не особо спешит ну идет идет потихоньку кикер все бомбу несет по банану все нашли на пончики теперь точно знает что один о ну теперь еще и минус на фоне можно просто вместе выйти и а можно и подождать я не понимаю что принципе бусер это игрок бы сайта ему надо пушить вот сейчас же им говорит стопроцентную инфу под а он не заметил как м очку подобрали он свапал со девайсами но бустер как бы думаю что это база а сейчас слышит молик на девятку понимаю что надо разворачиваться но тут уже прилетает ему в лицо смог ну нк есть но шанс конечно минимальный может быть и стоит под засейвить уши до 300 баксов есть такой вариант уже сейчас ему пройдет как раскол вот слышим и что кайрон выкинул свою пушку и пытается бусера с блоком найти потому что понимали на следующий раунд у них у всех там денег хватает пока так инфует ну так это как раз слушаю инфу да тоже можно подслушать в таком матче надо почаще это делать звуки так и знаешь слушаешь и хотя бы понимаешь логики чего отталкивается именно команды принятие решения прикольно что если он нам дает когда-нибудь вообще мы будем слышать эти переговоры я надеюсь в шутерах все время тогда без работы останемся да но это будет печально до смотреть кс и с будем себя аналитиками да просто значит такие моменты когда ты слышишь как команды общаются вот ты вспоминаешь себя когда стоишь на лане за пятерка именно какой-то и смотришь как они играют матч ну все понятно да что умеют что могут кто решает кто носит импактом кто фейлит кто дизморалит кто наоборот пытается собрать команду это будет еще гораздо интереснее ну хотя бы уже хотя бы в паузах да вот что выводили там тренера там послушать о чем общается команда было бы тоже неплохо но опять же на если здесь мы это местами слышим спасибо да не хочется чтобы все знали как ирон дает минус не хочется чтобы все знали от чего ты отталкиваешься когда принимаешь свои решения условно потому что вот так вот послушали тренера он говорит они там часто играют вот 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 мы должны играть вот так и потом ты ой как аксель хорошо на мидл вылетает забирает еще двоих кикер сразу же реагирует выходит на б-сайт понимать где пустер отыгрывает это его экс-тимейт но не удается забрать его к ирон там тоже подпрыгнул это не вовремя и остается fm14 так вот ты просто можешь это послушать один раз два раза и ты уже будешь понимать когда играешь против этой команды знаешь вот эту внутреннюю кухню ну да будет слишком много информации для всех получается но не знаю хорошо ли плохо пишите друзьям думают против 100 процентов ну да там уже еще и на эмоциях может залетать очень много но до жесткого смотрим за фейлом друзья он в клатчем тут вы видели все что произошло шикарный дабл от акселя но в этом раунде уже аутсайдер никак не доиграют аксель доиграл с командой забрал этот раунд все очень близко по счету 87 на кого поставил бы в данный момент данный момент я думаю на аутсайдерс но они очень много раундов набрали в атаке аж 8 но все мы понимаем что команды похожи в чем-то по стилю и поэтому такая же ситуация может и повториться видели мы на карте мираж то оба коллектива умеют там отыгрывать прикольно за атаку поэтому ждем вторую половину но я честно думаю что аутсайдерс уже победят в этой встрече потому что ну 8 раундов в атаке это 8 раундов в атаке понимаешь ну слушай ну вроде бы сейчас и команды которые играют ancient могут там набрать пятерочку шестерочку вообще там чуть ли не легко ну опять же плюс пистолета если зайду то кстати если пистолеты зайдут мы наверное увидим максимально близкую игру возможно даже увидим овертаймы ну а пока отправляемся на небольшую паузу и ждем вторую половину четко все все Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Пончик фейм Лид уже на А вернулся Мидл пока что без контроля Нафаня тем временем отбивает кей Прокидывает еще хорошую хаешку По Кайрону, всего 9 правда она Дэмэджа сносит Но был очень ближе к тому, чтобы дать все 40 Джейм поменял позицию, он уже поменялся С кикертом И уже смотрится ВП Выход по банану Параллельно Аксель накидывал молик Отвлекал со штанов опорников Аплента и как то Это все заставило по ходу третьего перетянуться По крайней мере кикер к воротам Нет, идет третьим на Аплент Хотя особо инфы не было, кроме одной гранаты Которая вылетела там с мейном Да, но ты знаешь, там Кайрон Кейв с маком закрывает И ему еще Джейм еще один дал в руки Поэтому, наверное, из-за этого Ослабили точку Б Потому что понимаешь, что тут вроде все должно получиться Летят уже эти гранаты Джейм на репике, сразу же перепикал банан Кайрон откинул еще один дым в рукав Но ребята на базе даже не спешат перетягиваться Оставили все на плечах Джейма и его АВП без армора Еще одна граната и минус Джейм Он уже получил эту хаешку 22 хп сразу осталось Потому что, опять же, по-прежнему играет без армора Кайрон засуетился И что? Вообще ничего не получилось Ну, хотя бы Джейм тут ответил Причем ответил сочно Второй минус тоже сделал Но будет ретейк в большинстве 4 в 3 ситуация для аутсайдерс Но этот раунд по-прежнему могут забрать Клауд Найн Если нафаня здесь зажжет фармилка Не зажжет Ой, зато Хоббит хорошо отвечает с рукава И бустера Хорошая позиция в дефолте Но надо попадать Хоббит выходит с рукава Агрессивно играет Забирает одного Забирает второго Последний остается Фейм Злины по нему есть информация Фейм забирает одного Понимает, где находится бустер Надо срочно убивать Времени уже почти нету И бустер Разворачивается на 90 градусов И ставит точку в этом раунде Ну, я вообще не ожидал Что-то 2 в 4 можно каким-то образом вытащить Но Хоббит Кто, если не Абай на опыте Может такие моменты вырулить Для своей команды Да, и Авик забрали или не забрали? Ну, там говорили В ТС Забрать Ну, вроде да Нафаня кричал Там Авик, Авик Забрать Авик Да и Авик поработал Вроде бы не скажет, что плохо Да, два минуса сделал Но Ирон засуетился очень Вот, да Он до конца не Наверное, он хотел принять дом По ситуации Но кто-то сказал, что накинул флэш И в итоге он И как-то и не туда, и не туда не получилось Да, и как-то увидел Две модельки сразу Не решился, кого стрелять Левого, правого Там уже повело Ну, как это Да, вообще Мог просто там Пойти в дом С фармилкой Убить игрока Там остаться на карте Не подпустить в упор К снайперу И еще Ну, попросили Видимо, да Ворваться Пауза технического характера Залетает Ну, что еще в таком Долгом матче Может случиться Широ Там рассказываешь У него что-то там Непонятно Про стекуляции Ну, увы Не могу Передать, что он Объясняет Не, ну Вот реально Вот возможно Что-то у него не работает Потому что Не, так вот Подходит Ну, не регает Вообще ничего А Говорит Ну, input lag Сто процентов Я вообще В голову стреляю Оно не летит Ну, как-то Ну Почему у всех На сервере Ping 5 А у меня 7 Разберитесь Срочно Ну, и Как мы можем знать Нельзя общаться Командам Между собой На технических Паузах Ну, это, кстати Неплохо Так может еще И сбить темп Вот Усайдер Сдоминировали Тут проиграли Пистолетку Проиграли Первый бай Очень обидный Такая техническая Ставится Даже не представляю Какие там мысли Могут быть в голове Все-таки Матч важнейший У меня мысли Что я могу оставить Здесь завершение Того матча Ну Здесь Такие технических Пауз Будет еще Очень много Так К сожалению Да, ну что тут Можно добавить Кайрон Ну, я думаю Тут По нему По его лицу Видно, что он Недоволен Перформансом В прошлом раунде Вот Открываешь таб Вроде видишь У него Много фрагов Вроде игра идет Все хорошо Ну вот Пикнул Вроде Своя ситуация Комфортная для него И не заспреял Заработать 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 Одиннадцатый Клаудам Немножечко Денежку Себе Ну и По-прежнему Не ясно Соберутся ли Тут еще дальше Аутсайдеры За защиту Ты вообще Уже как-то Списал Клаудов Но тут И пистолеточка Зашла И оружейная Да, но надо было Смотреть на начало Второй половины Но так вот Если на бумаге Брать Должны Как-то Аутсайдеры Закрывать Этот матч Но 8 раундов В атаке Это достаточно много И что-то Опять не так А теперь Тайм-аут Ставят аутсайдеры Кстати После технической Как раз таки Тайм-аут Чтобы обговорить Вот эти вот Все моменты Потому что Ребята сейчас Как раз таки Сидели Ни о чем Не говорили Друг с другом И я думаю Что эта пауза Тоже неплохая Была взята Ну да Так настроить Все Да Собраться Пообщаться Так Ну поехали Разговорились Пообщались Флит С Эмкой 9-13 Статистика Флита Какие-то Тарши 10 Там еще Что-то Тоже хуже Даже Ситуация Ну что Флит На пончике Проверил Центр Абай Ведет свою команду На мидл Вот это уже Да Привычная игра Когда центра Продолжают Действовать Клауд-найн Смог На ворота В мейне Уже есть Аксель Там еще Единственная Эмка Получает По ноге Приходится Отдавать Коль Джейму Но у него Благо есть Первый армор Так По две флешки Занимай Молик Занимается Пончик Так Топ Нашел Широ Джейма Все Все Пофиксили Поправили Начинает залетать Савика Хоббит Забирает фейма И до Флита Один хп Можно сейвить Арморы Ребятам Из аутсайдерс Одиннадцатый раунд Ну и вроде бы Как все неплохо Для Клауд Найн Если они так и будут Дальше атаковать То так можно Довольно быстро Надавить за атаку Опять же Мы все ждем Как заиграет Аутсайдерс Да Но им надо Хотя бы Парочку подряд Выиграть Потому что Ну очень много денег У Клауд Найн Они играли только что С Эмкой И он Фейм 150 баксов Ну пытаются они Постоянно делать Какой-то экономический урон Своим оппонентам Чтобы в случае Взятия первого Байраунда Как раз таки Следующего Они могли Перевести Игру Немножко Больше В свою сторону Да он В две стороны Работает Если еще этот девайс Дает минус Там можно и раунд Этот поиграть Подобрать второй девайс Себе А можно никого Не убить И ничего страшного Варморы засейвили Ну как А флит стоп Флит взорвался Или мне показалось С одним хп Да По-моему да Не рассчитал немножко Вон дистанцию От бомбы Так Ну тут Самое главное Опять же Что одного девайса Мощного не будет Сейчас посмотрим Какое решение будет От команды Аутсайдерс Очки доволен Аксель Ну конечно Потеть тут еще надо Пять раундов Абик есть Но нету Рифлы у Фейма Которые как раз таки Очень много перестрелок Выигрывает Втроем Отправляется под базу Б сейчас в защите Аутсайдерс Продолжает напрягать Миду Нафаня Рвется Под кейф Получает каешку На минус 50 Нашивчик От кайрона Не залетает Флит Я уже думал Что он начнет Смог настреливать На халявку Но этого Не случилось Ждали тут Флита Разошли 48 хп У Флита Нафаня 54 Но там опять же И в штанах сидит Аксель Все это время И пончик По-моему Уже подозревает Что никого нет А Кайрон забрал Все-таки Нафаню И есть большинство Для команды Аутсайдерс Сейчас будут Накалять Вплент И разворачиваться Играть через Пончик Наверное На точку А Да Имеется Смог Имеется Молик Пару флешечек Можно выходить Но надо работать Массом через рукав И именно сюда Приходит Джейм Поднимает Он эту ситуацию Ну как же Без шансов Сносит Что-то он вообще Разбушевался На этой карте В топе По фрагам Правда Фейм забирает Акселя У которого тоже Вроде бы неплохо 18 хилов 20 у Хоббита Но 3 в 4 И бомбу Мы видим в штанах Тут еще оставался Фейм Правда Он переживает За две позиции В пончик Все-таки заходит У нас Не Шира Это бустер Фейм слышал зуб? Нет Кстати И вот Под это все Хоббит сейчас Может занять Пустой Б-плен Посмотри Где находится Кикерт Он уже поджал рампу Вот сейчас И Хоббит пошел Проверять аллею Да-да-да Вот понимают ли они Что кто-то есть на банане Но должен это ждать Шира Ну должен сейчас Давать инфу Хоббит Еще убивает Кайрона Понимает Где находится Кикерт Посмотри Может сейчас выиграть Перестрелку И просто в соло Выиграть раунд Для своей команды Сразу говорил Что в перерыве Что Абай Сейчас за атаку Так легко не сдастся И тут будет Очень непросто Аутсайдерс И мы это уже видим В игре Прям с пистолетки Абай тащит Кучу раундов Для своей команды И вообще Сложнейшие моменты Минус 3 сейчас Ну хотя бы сейв Там да Для фейма и флита Но с другой стороны Это уже 12 раундов Для команды Клауд 9 И вот И что делать Да докупаться Наверное было Хотя с другой стороны Можно и выровнять Экономику Отдать это 13 Ну и в теории Есть шанс Еще выиграть Раунд с двумя девайсами Если там все получится Ну посмотрим Что будут Решать Аутсайдерс Может быть Паузу возьмут Она еще есть Есть Не знаю Разве что если Пустер Второго пацаны Нет Второго все таки Не мог Не смог он забрать И я не знаю Как насчет паузы Здесь Разве что если Там я не знаю Тренер чувствует Что какой-то Тимспик стал Вяленький Но я бы не сказал бы Что тут что-то было Прям не так Хоббит просто Очень хорошо Воспользовался Именно Ситуацией на карте Развели его Ребята Немножко под база Кикерт выбил банан И в это же время Джейм говорит Пойду заберу окно Играть вдвоем На А И вот именно В этот тайминг Выходит Хоббит С рукава Смотри Первый минус Понимал Что надо выигрывать Эту перестрелку Еще и вышел На репике Так Ну тут надо было Знаешь Обсудить Все-таки Играть Закупаться На все или нет Мы видим Что докупились Фейм сам Занимает Центр карты Вот сейчас Придет ему там Сворот на помощь Джейм Тут подсадка Пока что Проверяют Никто ли там Не заполз Нычку смотрит Ну он тут специалист Конечно же По мидлу Команды Клауд Найн И что там Мейн тоже ждет Сейчас Аксель Под Б Уже нет Какой-то агрессии От защиты Там занял уголочек Бустер Ну и какой следующий шаг Ну давайте По смокам Посмотрим Смок ворота Игра против Пончика И вновь Широ пойдет Он вперед Видимо с кем-то Кстати Фейм не выкинул Смок в Пончик Посчитал Что пока что Рано это делать Все временно Нафаня Занимает эту позицию Проверяет ближние углы И будет ли Фейм Супор отдавать смок Ух Как мог только что Подставиться Ну да Хотел дать смок Но уже приходится Вот так вот его накидывать Пошла перетяжечка С Б Мы видим что Ну вот Обычная игра Команды Клауд Найн Расшатывают Расшатывают Они через центр Очень хорошо давят На оборону Но там тоже Контр-игра пошла До Утсайдер Сдвоем Зашли в мейн Все Зашел в мейн В штаны Точнее Фейм И тут можно Перестроиться Обратно под Б Никого он не замечает Не будут же Они там наверное Все через пончик Играть Но опять же Очень крутые позиции Нафаня в медле Делает минус На воротах Там под респауном Забирает кикер Пошел выход Из банана Из домовых Будет идти медленно Широ с АВП Там Джейм Ну посмотрим Вырубит ли он Широ Или нет Уже ставится бомба Джейм не открывается Широ еще Уже не верит Что здесь это есть И Джейм все-таки Его перехитрил Нет Бустер проверил И нашел спину Какая жесть Как же досадно Сейчас должно быть Аутсайдерс Не могут Они для себя Найти просто Ни одного Энтрикила Не могут найти Вот это вот Преимущество Хотя вот вроде В прошлом раунде Получилось забрать Нафаню Но Хоббит Сразу же Сделал разницу Из пяти раундов не взялся ни один Да, пока что Клауда просто великолепно Работают за... Из шести Серия продолжается Ну, по крайней мере, хоть какие-то сейвы залетают Лос-бонус 3-400 Два дропа дадут фейм и флит Сейчас посмотрим, наверное, уже надо докупаться Тут на все деньги Уже отдавать какие-то раунды там лишние, наверное, не стоит Хотя посмотрим, может быть, они что-то придумают Интересное сейчас Так, чтобы сэкономить на всякий случай можно было Но вряд ли Уже пора не отдавать раунды Пора Пора собраться в аутсайдерс, если они хотят Попасть в четвертьфинал Да, конечно, матч на самом деле Не знаешь Самый важный, потому что в любом случае Две команды попали в плей-офф Но в четвертьфинал сразу хочется Думаю, каждой команде попасть Клоунай рвутся на базу Бена Паня вылетает первым, разменивает его кикерт По банану выходят уже в сайт Все игроки атаки Флит прокидывает смок на бену Выходит на шорт Там его ловит бустер Ну и подозревают, наверное, что кто-то есть в доме Тут пока не палится Кайрон Ждет еще кого-то из игроков атаки Но мы видим, что один на банане Все уже тут Занимают позиции по б-пленту За квадратом Ну, все шикарно Там ведется смок Вот защиты сейчас Если, да, он развеется И Хоббит скажет, что аллея свободна То тут вообще вариантов нет никаких Вновь уходить на сейв игрокам аутсайдер Все, уже можно уходить Забрали Кайрона Савика Бежит фейм на терровский респаун 14-8 Клауд Найн жестко Играют за атаку на эншенте И просто не оставляют шансов Нету вот этой агрессивной игры Да, седьмой раунд Кряду берут для себя Клауд Найн же Пытается из последних сил Засейвить автомат Калашникова Спрейт, спрейт Как же жестко попал Какая халява Минус дал Широ взорвался Там чуть-чуть Да, потерялись концовки Клауда, но это не важно У них идеальная игра Практически за атаку Все тащится Все получается И ну тут Еще чуть-чуть Последний рывок остается сделать Пару раундов выиграть И соперник полностью уничтожен Получается так как-то Получается как-то так Но видим мы наконец-то Наличие гранат Два автомата Калашникова АВП у Джейма У Хоббита сейчас Топовая ДР 112.6 Широ самый минимальный 40.5 Ты видел у Широ 10 фрагов-то всего Да, да, да Ну я же тебе говорю Сегодня какой-то Просто вот Со второй половины Миража Какая-то жесть случилась И эти последние раунды На Мираже Где прям в упор Уже с авика Сидит, ждет Знает информацию Навел прицел Оно мимо На бетом с этим Моликом Тоже И с Голоком Ситуация была очень грустная Но как бы Последний шанс Для Аутсайдерс Все-таки в общем-то Может получиться Хороший матч Для Широ Его команды Если сейчас просто Еще забрать Два оставшихся Раунда До победы Аутсайдерс Тут еще Все только начинается Им надо тащить Восемь за защиту Кайрон Бустер Бустер Но он как раз Не подставляется Он красный Еще один смог Прилетает на банан И сразу же До Аксель С подобранного Авика Вырубает Кайрон Все Можно дальше Сэйвить И этим и занимается Защита Джеймс ВП Феймс С Калашом Пора уже выйти И поискать Потому что денег Много И да Этим Начинает заниматься Клауда Посмотрите Как стартанул Там Широ И Бустер Они уже В свой респаун Вернулись И возможно Зажмут эти штаны Со всех сторон Да На всякий случай Там надо проверить А вдруг Там еще Кто-то Ну вроде проверили Там и дом И все Сейчас еще раз Там банан пойдет Проверит Аксель Внутри тиммейта Идут загонять И вот в штанах Будет интересный момент Просто справа Феймон Красный И если на него Сразу переведутся То Его могут и не проверить Зато он только что Дал инфу Джейму Ну как же поздно И погибают Все игроки Аутсайдер По 3-400 У них на руках Возможно У кого-то 4 Кто-то будет играть С Фамосом Кто-то с Фармилкой Кто-то в принципе Может купить Кольт Но Если они не могут Взять и полный бай Как у них может Получиться С такими девайсами Тут раскрутиться Сделать Какую-то Надежду На камбэк Для своих фанатов Cloud9 пока Выглядят Очень уверенно В этой атаке И ключа Аутсайдер С найти Не могут Ну что же 7 матчпоинтов Есть у команды Cloud9 3 Мки 2 Фамоса Просто по смоку Грубо говоря Купили себе Игроки защиты Флешка Еще дополнительную Кайрона Ну не самый плохой Конечно Цетап по девайсам Но хотелось бы Больше гранат За счет них Можно поагрессивнее Действовать Ну а теперь Вновь центр Под контролем Cloud9 Абай потирает Ладошки Куда же он пойдет Люрковать в этом раунде Ну сейчас увидим Пока будет вновь играть Против пончика Там двойной пик Там Шира Может быть поможет Флит уже тратит Свой смок В пончик А Cloud9 Даже еще не кидали Молик туда Проверочный Ну и продолжается Это дефолт Аксель перед штанами Или в штанах Играет Роя Мидл И на Б Играет бустер Этим раундом Они просто Чуть-то не половину Выиграли за атаку Нашивает смачок Понимает Что на развейку Могут играть Игроки защиты И посмотри Прилетает Все-таки Вот этот молик Фейм открывается Его забирает Хоббит И посмотри Хоббит уже бежит Понимает Где находится флит Никого не получается Забрать Только сейчас На фане Густер видел спину Дал информацию Сам заберет Тут нечего спешить Отличный момент Можно обратно Перетянуться Хотели Хотя там уже На точке Вроде Аксель стоит Там уже и защита Начинает суетиться Назад Побежал Кайрон Ну просто Шикарная игра В атаке От команды Клауд Найн И осталось Просто сделать Два кила И одержать победу В этом матче Можно выходить Четвертьфинал Кикард Не видели мы его Почти на этой карте Вот сейчас у него Есть шанс Хотя бы Попробовать Комбэкнуть Аксель дает Минус по Кайрону Ну что же Кикард Один в три У него всего Шесть киллов За эту карту Надо половину Еще настрелять Забирает его Широ И Клауд Найн Проходит Четвертьфинал ЕСЛ Пролиги А команда Отсайдерс Отправляется В раунд Оф Двелф Это же сетки И будут там Ждать На своего соперника Очень уверенная Игра в атаке От Клауд Найн А вот И как показала практика Имея восемь раундов За атаку Перейдя Если ты не берешь Ни один за дефенс В принципе Ну тебе и так Ничего не светит Ну не знаю Я вот как-то ожидал Эту игру через мидл Мы с тобой общались Тоже в перерыве Что будут мидл Занимать Растягивать через него И думал Что Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok